МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Катастрофа по-алтайски. Что происходит в регионе в период всплеска пандемии? После митинга пикет. Так кто против, а кто за дистанционное обучение? Внимание! Пешеходный переход. Как уберечь детей и подростков от травмы гибели на зебре? Барнаульцы умирают на пороге частных клиник. Пациенты с ковидом вынуждены отбивать пороги медучреждения. Плановая помощь под большим вопросом. Алтайское здравоохранение уже несколько недель повержено в хаос. Количество заболевших коронавирусом и Орвии ежедневно растет. Люди напуганы и умоляют о помощи. А власти тем временем напоминают о масочном режиме. Продолжит Валентина Аскерова. Вы мне объясните, почему вы так долго шли? Вас сколько вызвали? Где девчонки были? Регистратор мне позвонил. Сколько вы стояли на улице вот здесь? Я подошла минут пять назад. И я подошла минут пять. Вы почему не вышли? Как я не вышла? Мне вот позвонил регистратор. То есть когда я подошла первый раз, позвонил регистратор? А до этого вызывали? Ну вот, вызвал регистратор по телефону, я спустилась. Вы шли около десяти минут вам тут спуститься? Да мне вот, позвонили. Порог одной из частных клиник. В конце прошлой недели здесь скончался преподаватель классического вуза Анатолий Домашев. Ему не было и шестидесяти. Свидетели сообщили о случившемся в соцсетях. Происшествием занялись правоохранители. В ближайшее время работой алтайского здравоохранения, возможно, займется и прокуратура. Барнаульцы готовят коллективную жалобу ведомства. У меня мама пенсионер. Ей требуется плановая медицинская помощь. Ей нужно было пройти весь спектр анализов и посещение предварительных терапевтов, хирургов перед, возможно, госпитализацией. Потому что у нее сложное заболевание. И, естественно, позвонив в поликлинику, чтобы получить талончик, там ответили, что через две недели нам только дадут талон. В нашей десятой поликлинике, вот в Барнаульской, взрослой, на тот момент, когда мы звонили, принимал только один терапевт. Прорывать блокаду государственных поликлиник не рискнула сегодня и наша коллега Анастасия Дороган. В выходные она почувствовала недомогание, небольшая температура, слабость. Я готова пойти на то, чтобы заплатить дополнительные деньги платному терапевту. Поэтому я начала обзванивать в Дублегисе все медицинские клиники. И практически во всех, сразу после «Здравствуйте!» мне говорили, если у вас есть признаки ОРВИ, если у вас повышенная температура, мы вас не примем. На вопрос, что делать, мне отвечали, вызвать врача на дом. А врач идет, как мы помним, к пациенту сутками. В 14-й поликлинике вообще перестали принимать звонки нуждающихся в помощи людей. Номера регистратуры взрослого отделения. Звоним по первому. Сеть занята. Звоним по второму. Максимально попыток, по-моему, более 60 у меня было. Жителям ничего не остается, как идти в медучреждение на своих двоих и невольно заражать других. Причем в поликлинику приходит даже официально ковид-положительное. Врачи поликлиники и скорой помощи вне зоны больницы. Доступа к нашему коллеге Александру Ламберту, у которого серьезный бронхит, скорая ехала 20 часов. К его жене 9. Секунд 40. Я держала градусник под мышкой. То есть это, в принципе, невозможно, чтобы какую-то температуру тела он показал. Когда я вытащила, было 35,5. В заключении написали 36,9. И просто сказали мне обратиться в поликлинику по месту жительства. На вопрос, а если у меня коронавирус, там же будут сидеть другие люди. Мне ответили, что сейчас все с ковидом. Ну, как бы приходите, сидите, ничего страшного. И также еще сотрудник скорой помощи сказал, что возможно у меня ковид. Люди жалуются и на перебои с медикаментами. Жители региона с подтвержденным коронавирусом отправляют лечиться домой. Да только нечем лекарства не купить. Люди подходят, орбидол, азитромицин. Вот эти все препараты перечисляют, которые именно необходимы сейчас. А ничего абсолютно нет. И она уже провизор такая. Путину пишите, жалуйтесь. Что вы мне все высказываете? На данный момент препараты в сети есть как антибиотики, так и группа противовирусных препаратов во всей нашей сети и на складе. Противовирусные препараты, такие как ингавирин, арпифлю, ремонтадин, гриппферон, ингарон, они присутствуют. Были небольшие трудности. Ажиотаж очень большой. Население скупает препараты массово, поэтому периодически они исчезают. Мы их закупаем, они снова появляются. Дефицита на рынке, такого я бы не сказала, что он прям ощущается. Периодически исчезают препараты противовирусные, но они потом появляются, буквально день-два и все появляется. Еще у одного нашего коллеги Артемия Панченко неделю назад умерла тетя после месяца борьбы с ковидом. Женщине было 65, никаких сопутствующих заболеваний. У нее почти 100% поражение. А госпитализировали сразу? Нет, через 5 дней. Она позвонила один раз. Моей маме сказала, что ей лучше, а на следующий день она умерла. Артемий в редакции сейчас один. По клавишам никто не стучит. Коллеги болеют. Такая гробовая тишина, наверное, знакома сейчас многим офисам. Больных становится все больше. Это подтвердили сегодня и на пресс-конференции Минздрава. Специалисты регионального распотребнадзора. За прошедшую неделю с 5 по 11 октября отмечается прирост на 10% по отношению к предыдущей неделе. В первую очередь, рост заболеваемости обусловлен заболеваемостью среди взрослого населения. А тем временем глава Минздрава Дмитрий Бопов рапортует о развертывании дополнительных коек для ковид-пациентов и просит беречь свое здоровье, соблюдая масочный режим. Огромное количество жителей региона хотят просто услышать, когда скорые врачи поликлиник будут приезжать и приходить вовремя. Ведь порой промедление и влечение этой болезни грозит смертным приговором. Не сказали, не сообщили вообще. Она лежала в 4-й больнице, в 2-й Газовской. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А теперь к свежей статистике. За сутки в регионе скончалось 5 человек. Число вновь инфицированных коронавирусом 169. Таким образом, за весь период пандемии ковидом в крае заболели 15338 человек. Тяжело больных сейчас 278. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 113 человек. Сейчас, по официальным данным, в регионе развернуто почти 3,5 тысячи коек для больных ковид. Свободных мест на сегодняшний день – 260. А между тем, именно на сегодня было назначено заседание оперативного штаба региона. На момент подготовки нашего выпуска к эфиру подробностей не было. О введении в край очередных ограничений из-за коронавируса узнаем совсем скоро. Напомним, Роспотребнадзор предложил закрыть торговые центры и кинотеатры, перевести студентов на дистанционное обучение, а школьников на две недели раньше отправить на каникулы. Между тем, активные барнаульцы, большая часть из которых мамы школьников, против возвращения обучения через интернет. Две недели назад они провели протестный митинг, а в минувшие выходные вышли на пикет. Подробности у Ильи Кочеткова. Такой дистант нам не нужен, да и вообще не нужен нам дистант. Примерно к этому можно свести требования общественников, вышедших на пикет. Активисты признаются, вспоминают весенние месяцы как страшный сон и возвращаться к дистанционному обучению не хотят. Причем аргументы приводят серьезные. У меня два ребенка с противопоказанием офтальмолога. И они вынуждены были с утра до вечера сидеть за компьютером. Даже не за компьютером, за телефонами. Кстати, среди протестующих не только родители, но и педагоги. Они тоже уверены, дистант в том виде, каким он был весной и каким его предлагают сейчас, усложняет жизнь и не только школьникам. Педагоги тоже против такого интернет-обучения. Я преподаю технологию. Поэтому я бы еще как-то бы понял математика. И то я против, это еще раз говорю, что это необъяснимые вещи. А в моем предмете это вообще несовместимые вещи. Александр считает, что преподавать должен живой человек. Особенно, если речь идет о школьном формате. Часть митингующих активистов и вовсе уверены, что дистант ставит под угрозу все российское образование. Если смотреть на опыт зарубежных стран, то там есть частные школы, которые платные и очные. И там дети получают живое общение с учителем. Они учатся читать книги. И есть бесплатные социальные школы, там где как раз уже несколько лет применяется электронное образование. Так вот, в этих школах дети не умеют писать уже, например, Америку возьмем. Выход, который предлагают активисты, продолжать учебный процесс в обычном режиме, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности. И считаю, что вводить дистанционное обучение необходимо как можно быстрее. Потому что многие учителя, которые имеют большой стаж, на которых держится все наше образование, находятся как раз в зоне риска. Если мы сейчас протянем, мы начнем терять учителей. Это тоже мнение родителя. И оно тоже обосновано. Ведь, как известно, многие дети болеют бессимптомно. Но их педагоги совсем иначе. И не всегда болезнь заканчивается выздоровлением. Несколько дней назад стало известно, что в ковидном госпитале умерла преподаватель Барнаульской гимназии номер 42, Тамара Дронова. Ей было 58 лет. Между тем, организаторы пикета свою позицию продолжат отстаивать. Но последнее слово в любом случае останется за региональными властями. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком. Станция переливания крови будет работать, даже если ведут режим ЧС, уверяют врачи. В Барнауле, несмотря на эпид-обстановку, стартовала массовая акция «Стань донором, спаси жизнь». Открытие прошло с участием студенческих отрядов. А на площади Сахарова развернули мобильную станцию переливания крови. Так безопасна или нет именно сейчас, донорская кровь, выясняла Мария Микшута. Вот так массово, с улыбками на лицах и отчасти без защитных масок прошло открытие акции. Сегодня здесь собрались студенты и волонтеры. Однако нашу съемочную группу заверили, на станции переливания крови все меры безопасности соблюдены. Мы в любом случае проводили этот проект в том формате, в котором есть. Мы довольны тем, что эпидема-обстановка в целом позволила провести. И Центр крови все делал профессионально с точки зрения соблюдения всех мер. Поэтому акция прошла. На сегодняшний день доказано, что коронавирус не передается через кровь. Соответственно, у нас нет необходимости предварительно как-то кого-то обследовать. То есть мы же с вами, вот общаясь сейчас, мы же с вами не знаем, кто из нас инфицирован или нет, если у нас нет явных проявлений болезни. Поэтому, когда донор приходит, я еще раз говорю, он одевает маску. Студенты уверены, помогать нужно в любой жизненной ситуации. Поэтому пришли сюда даже те, кто сейчас учится дистанционно. Сначала страшно, но из-за той атмосферы, которая складывается в вагонщике, страх уходит на задний план. У меня бабушка всю жизнь давала кровь. И когда мне исполнилось 18, я уже с нетерпением ждала этого момента, чтобы тоже, я считаю, что это, наверное, мой гражданский долг, что если я могу чем-то помочь людям, наверное, может быть, когда-то моя кровь кому-то принесет пользу. Наши ситуации, в которой находится на данный момент страна, крови, знаю, не хватает. И, в принципе, донорство, как по мне, является добровольным началом. И поэтому надо сдавать кровь. И тебе не тяжело, а другому человеку это поможет в дальнейшем. Сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие, не имеющие хронических заболеваний. Никаких справок о состоянии здоровья не требует ненужный отрицательный тест на ковид. Акция продолжится до конца недели на площади Сахарова. Возвращаемся к теме на скандал о незаконном сливе жидких бытовых отходов. В зеленой зоне Барнаула откликнулись не только правоохранительные органы, но и городской Росводоканал. Сегодня в редакцию пришел ответ на вопросы, касающиеся противоправных действий. Нам пояснили, чем грозят такие сливы и как с этим бороться. Напомним, в начале октября в редакцию обратились жители канатного проезда с жалобой на неприятный запах. В течение нескольких лет они наблюдают, как мимо их домов проезжают осенизаторы с жидкими бытовыми отходами, которые сливают в коллекторы прямо в лесу. Просто можно идти по колее и это все можно увидеть, кто где сливается. Весь лес загажен вообще, все загажено. Вот вы чувствуете, вот уже запах пошел. Это то есть еще одно место, где сливают? Да, вот оно еще одно место. Вот такой вот канал затыкать, вот она. Вот колодец тоже. Росводоканал Барнаул подтвердил незаконность слива, а также пояснил, что такие действия грозят ущербом городской экосистеме в целом. Однако выяснилось, что контролировать действия тех, кто ввозит жидкие бытовые отходы, специалисты предприятия не обязаны. По их мнению, для предотвращения сливов фекалий необходимо объединить усилия городских властей, правоохранительных органов, экологов и общественности. Кроме того, при заказе услуг по вывозу жидких отходов необходимо проверять наличие договора с водоканалом. При отсутствии такого нет гарантии, что отходы окажутся в точке приема, которая узаконена администрацией города. Стали известны новые обстоятельства смертельного ДТП на Павловском тракте, в результате которого погибла семья из четырех человек. Прокуратура в ходе проверки обнаружила ряд нарушений со стороны проводимых на месте ремонтных работ. Установлено, что подрядчик нарушил несколько правил, которые необходимо соблюдать при дорожном ремонте. Выяснилось, что схема организации движения на время работ не только не была согласована с органами местного самоуправления, но и не разработана вовсе. Необходимых дорожных знаков, которые должны были присутствовать на проезжей части, не было. Кроме того, на отдельных участках не обеспечили соединение ограждающих устройств, а также частично не работали сигнальные знаки. В прокуратуре также отметили, что теперь организация обязана устранить все недочеты, чтобы избежать нарушения закона. Напомним, громкая авария произошла 20 сентября. Водитель автомобиля Toyota RAV4 врезался в КамАЗ, который участвовал в дорожных работах. В результате семья из четырех человек погибла. И вновь на пешеходном переходе. Сегодня возле музыкального театра эвакуатор сбил мужчину. Пешеход остался жив, но получил серьезные травмы. И таких ДТП этой осенью немало. Получают травмы и гибнут под колесами не только взрослые, но и дети. Почему так происходит? Какие меры отчасти могут помочь изменить статистику? Разбирался Андрей Дреер. Этот КамАЗ насмерть сбил подростка 14 лет. Единственное фото с места происшествия. В тот же день, уже в другой части города, другой грузовик сбил Арину Грицай 9 лет. Ей повезло больше. Мама приехала на место ДТП уже через 15 минут. У нее гематома лобной области, ушиб костей таза, перелом копчика. Ну и просто психологическая травма. То есть ребенок очень сильно испугался. Она вообще кричала очень сильно. Не знаю. Просто он как будто из-под земли вырос. Не знаю. Никого не было. Или он черный, как не знаю. И сливается с темнотой. И я его просто не заметила. Или он меняет. Сильно испугалась? Очень. Я больше испугалась, чем боль почувствовала. Арина просто возвращалась с тренировки по воздушной гимнастике. И куртка со световозвращателями не помогла. Родители купили новую, которая должна еще отчетливее обозначить ребенка в свете фар. И это, как говорят в ГИБДД, один из эффективных шагов на пути к дорожной безопасности. Мы обращаем внимание родителей. Научите ваших детей контролировать дорожное движение. А рекомендовали бы устроить такие небольшие 15-минутные экскурсии. Подойти к проезжей части. И пусть ребенок понаблюдает, как едут водители. Пропускают ли они пешеходов. Понаблюдать за манерой управления транспортным средством. Быстро они останавливаются резко возле пешеходного перехода. Либо они плавно притормаживают. То есть, пусть дети научатся анализировать движение на дороге. И, конечно, умеют правильно переходить. Один таксист мне говорил, что лучший способ перейти пешеходный переход – это пробежать его максимально быстро. Для него-то, конечно, потому что вы не мешаете его движению. Но для вашей жизни безопасности самый лучший способ, особенно на многополоске, останавливаться перед каждой полосой. Проверять, пропустил ли вас водитель. Делать это медленно. Это, конечно, лучший способ вызвать ненависть водителей. Зато они точно остановятся. И главное – научите детей снимать наушники и капюшоны перед выходом на зебру. Все банальности. Но, как показывает статистика, и кадры, снятые этим летом, банальности тоже необходимо повторять. Андрей Дриер, Андрей Печеркин. День с толком. Наш следующий сюжет о выставке. Да, они все еще открываются, несмотря на то, что происходит вокруг. И это, на наш взгляд, тот самый позитив, которого сейчас очень не хватает. Эти люди объединились под общим названием «Охра» и в таком союзе уже пять лет. Молодые члены Союза художников представили зрителям коллективный продукт своего творчества в галерее «Нагорная». Союз пяти – это пять лет творчества и дружбы, совместных переживаний и радости. Очень схожие пути становления, поиски себя и того самого источника вдохновения. А ведь он оказался совсем рядом, буквально за забором в домашнем курятнике. Сначала, конечно, маленькие там этюды писала, чтобы просто уловить пятна цветовые. Вот, ну а потом зарисовочки делала. Ну и отдельно там кусок земли писала. Потом все это, да, все это в работу вешаешь и начинаешь компоновать, и все это в работу потом. Собирательный образ. Нет, ну я поняла, а это курочки-то, это ваши? Да, их уже нет половины в живых, некоторые еще живы. Наблюдение за происходящим, истории жизни, простые человеческие радости. По мнению авторов этой выставки, темы для творчества им подсказывает сама жизнь. Быть может, поэтому все картины настолько гармонично сочетаются между собой, будто принадлежат кисти одного автора. По мнению художника Ивана Торопова, именно это и настораживает. Наша мечта – настолько друг от друга отличаться, найти свою индивидуальность, чтобы нам сложно было составить экспозицию. Вот сейчас мы очень просто ее составили, потому что немножко мы, ну, слишком, наверное, может быть, одинаковы у всех, там, деревни, природа. И все же есть на выставке работы, которые менее реалистичны, хотя у автора, по сути, та же школа, что и у остальных. Анна Фоминат тоже находится в «Союзе пяти», но, как сама призналась, устала от реализма. Попытка у меня выхода на какие-то более абстрагированные темы, темы не близкие к жизни, но находящиеся в области идей. Вот в данном случае вот работа, посвященная, скажем так, раздумья о Греции, петля судьбы, судьба Гомера, судьба Елены. Добавим, что все пять авторов сейчас в «Союзе художников». Последней в него вступила Анна Торопова в 2020-м. Круг замкнут. Впереди подготовка к персональным выставкам и ежедневный поиск себя. Ведь после этой экспозиции авторам в очередной раз стало понятно, что гармония хорошо, а индивидуальность в пять раз лучше. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин. День с толком.